Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Почему специалисты не рекомендуют нам сеять несколько сортов в одну емкость, в один лоток? Сейчас мы разберем этот вопрос поподробнее, потому что опытные-то огородники знают почему. А вот начинающий, второй, третий год, если даже кто первый год начинает сеять, он не предполагает о последствиях, которые его ожидают, если он посеет в один лоток разные сорта. Может потом проблемы себе нажить и не будет знать, как поступить. Начнем с того, что вот я сейчас, смотрите, вот у меня здесь все-все разные-разные сорта, я уже показывала, что я посеяла это только для того, чтобы проверить всхожесть. Это не посевы, которые я буду дальше выращивать для получения урожая. И так как я вот сейчас не знаю, что с ними делать, выбросить их, рука не поднимается, для выращивания это очень рано, они, значит, у нас будут в качестве вот такого учебного пособия. Я сейчас буду показывать на них, как я пикирую. И как раз это удобно тем, что это будет происходить раньше, чем реальные всходы и реальная пикировка. И начинающие наши огородники-новички посмотрят. Вот сейчас мы на этом примере рассмотрим, почему все-таки не рекомендуется в одном лотке, в одной емкости высевать сорта различные, разные сорта. Во-первых, смотрите, у меня здесь вот Казанова и рядом Демидов. И вы видите, что сейчас уже, хотя прошло всего сколько там, 10 дней, чуть больше недели после всходов, они уже сильно разные, сильно разделились. Вот этот Казанова, он во взрослом состоянии двухметровый, и рассада у него тоже очень высокая. А вот этот рядом Демидов, он 50-сантиметровый, он толстоногий. И рассада у него маленькая-маленькая, короткая. Это будут вот эти дубки-крепыши. И сейчас, через неделю, вот видите, у Казанова уже появился первый настоящий листик. Ну, впрочем, и у Демидова тоже вот первый листик появился, но они совершенно разные. Казанова уже начал, как вымахал в росте, он очень длинный, вот на такой, на тонкой ножичке на своей. И сейчас, как только лист окончательно появится первый, мне его нужно срочно распекировать, чтобы не было вытягивания, рассады. Все, его нужно будет убирать. А Демидов, который рядом стоит, хотя у него первый листик, у него появится и второй, но он такого маленького роста, он такая коротышечка, что его можно будет не трогать, и он может простоять здесь даже еще две недели. И вот это первая проблема, с которой вы столкнетесь, если вы посеете разные сорта. Если у них разные сортовые характеристики, большая разница в высоте, в толщине стебля вот этого ствола, то им нужны разные сроки пикировки, то есть вот эти высокорослые желательно распекировать пореже, пораньше, а низкие они бы еще стояли, и вы столкнетесь с проблемой, как делать выемку вот этих сортов. Если у вас, например, был бы один сорт вот высокий, а два вот этих низких, если вы не обдумывая посева, не подумав об этом, посадите, вот начиная выгребать вот этот средний лист, ой, ряд, вы можете, скорее всего, вы повредите корневую систему двух вот этих рядов, или вам придется все распекировать сразу из-за вот этих высоких, весь лоток вытряхивать и пекировать, но эти еще маленькие, а вот есть вообще, которые совсем-совсем маленькие. Так вот, первая причина, это разница высоты по высоте, потому что есть томаты высокорослые, вот как я сказала, двухметровые, а есть 50-сантиметровые. У них будет совсем разная рассада, разный вид рассады, разная высота и разные сроки, которые они должны провести в первом лотке. Вот такие вот толстоногие я держу в лотке дольше, потому что они проблем никаких не доставляют, а эти я пикирую пораньше, поэтому их нужно отдельно. Вот прям, есть же вот такая сейчас у нас старая, если вы мало высеваете, вот в отдельный лоточек высокорослые посадили, их распекировать можно уже через 2-3 дня, а эти пусть бы сидели. Дальше. У разных сортов разный процент схожести, особенно если вы возьмете, купите в магазине, то может получиться вот такая картина. Какой-то ряд взойдет безупречно, какой-то ряд выпадет вот это место, и у нас получится, что одни взошли-выросли, другие еще нужно подождать. Вот видите, вот эти только проклювываются, вот только вылезли. То есть сроки всходов, появления всходов у разных сортов разные. Это зависит и от хранения, смотря какой срок хранения они пролежали, сколько лет. И вообще от всего, от качества. От того, меленькие семена или крупные. Обычно сорта с крупными семенами, они в первую очередь выскакивают из земли. Они сильные, у них запас энергии большой. Семечка вот эта большая мясистая. А маленькие карликовые сорта, они очень-очень долго выходят, и некоторые вообще не могут пробиться. И вот из-за того, что у них разное качество семени, у разных сортов, поэтому еще вторая причина, почему специалисты нам не рекомендуют высаживать, чтобы все мы хотим, и надо этого добиваться, чтобы всходы были равномерные. Ну, конечно, избежать этого очень сложно. Если вы высеваете, например, там 100 семян, и, конечно, они все разного сорта, вы же не будете делать 20 плошек, то хотя бы, вот мой совет, при высеве подбирайте по характеристикам. Хотя бы толстоногие все сорта посейте в один лоток, а те, которые индетерминатные, высокорослые, которые с тонкими стеблями, и которые склонны к вытягиванию, вот такие, как Казанова, высевайте в другой лоток. Все, с вами была Ольга Чернова. Это я очень быстренько, но постаралась как можно более подробно и доходчиво объяснить, почему нежелательно высевать в одном лотке. Вот даже при проверке всхожести вот этих семян видно, что вот этот правый край, его бы желательно при посеве отделить, что он им не товарищ. А вот эти маленькие еще могли бы быть все пять сортов в одном лотке. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok